Доброе утро, друзья! На днях в городе Сочи завершился третий международный фестиваль хореографического искусства «Большие танцы». Танцевальный коллектив из Югры принимал участие в этом празднике «Ритма и пластики». Подробнее о выступлении югорчан на фестивале поговорим с балетмейстером Центра танца Натальей Александровной Рогиной и участницей коллектива Вероникой Шульгиной. Доброе утро! Доброе утро! Ну что, удалось вам покорить «Большие танцы»? Да, нам удалось покорить «Большие танцы». Мы привезли два первых места в современной хореографии и в экспериментальной хореографии. Это были сложные этапы, были представлены большое количество конкурсных выступлений. Сколько участников примерно? Примерно около участников, я думаю, что около 500, но было очень много коллективов и также принимали участие как индивидуальные участники, так и массовое выступление. Ну здорово! Ну вообще, на самом деле, очень много участников. А вот вы сказали, что современная хореография и экспериментальная. А чем они отличаются? Просветите нас, пожалуйста. В современной хореографии есть определенные виды направления, то есть это модерн, джаз, джаз-фанк, контемпори. А экспериментальная – это, грубо говоря, крик моей души, то есть то, что я хотела донести до зрителя в какой-то другой форме. То есть это ваша личная постановка? Личная постановка, постановки обе мои личные, то есть современная хореография мы сплетниц танцевали, а экспериментальная были вороны. Вероника, вы скажите, пожалуйста, в каком номере принимали участие или в том и в другом? Вообще в впечатлениях и своих. Я принимала участие в обоих номерах. Так, вы показывали и традиционную, классическую хореографию, и экспериментальную? Конечно. Так, и скажите, пожалуйста, чем вообще запомнился этот конкурс? Свои какие-то впечатления. На сцене? Нет, конечно, это все для нас в удовольствии, и какие впечатления, это только радость и кайф от победы, наверное. Удовлетворенность тем, что все-таки не зря было проделано все, да? Конечно, не без помощи руководителя. Вы так говорите, как будто очень часто ездите на какие-то конкурсы, выступаете. Часто вообще бываете? Довольно часто. То есть это уже привычное для вас дело? А, вот у нас как раз есть видео, да? Да, да, да. Это вот... А что это сейчас за номер? Это, ну, наверное... Ворона, Ворона. Ворона, это вот как раз та самая экспериментальная, да, хореография? Да, 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 это экспериментальная хореография. Мы очень часто ездим на международные конкурсы именно хореографического творчества. Ездим, к сожалению, в меру того, как нас спонсируют наши любимые родители. Понятно. А возраст какой у девчонок? Возраст девчонок 13-14 лет. 13-14, такие подростки. Подростки. Да, тоже все. Ну, здорово. Ну, слушайте, интересно, интересно. Ну, для нас это, по крайней мере, очень необычно, да? А вот, да, вот скажите, что хотели сказать этим танцам? Ну, все-таки раз вы рассказали, что это какой-то выплеск внутренних эмоций каких-то. Вы знаете, идея эта постановка была связана именно с участниками коллектива, с девочками. У них сейчас такой возраст, я их называю бароны, потому что они хотят все везде, то есть большой поток информации, хотят все везде увидеть и не могут зацепиться на чем-то одном. И вот это было связано, грубо говоря, с массовостью сегодня и с интересами к окружающему миру. Вот они, грубо говоря, как летят на что-то блестящее, золотое, то есть вот именно вот с этим связано. Мне кажется, что вот в таком танце просто обязана появиться какая-то белая ворона. Она там появляется или нет? Нет, к сожалению, не появляется, но были предложения ее ввести. Я думаю, мы будем работать над этим. Думаю, как хореограф, да? Да, все верно, все верно, нам предложили ввести. Открытие, вот кто принимал решение о том, кого наградить, кого не награждать? Судьи кто-то, так сказать? У нас были великолепные судьи, члены жюри города Зульяновска и города Санкт-Петербурга. Вы знаете, мы сначала боялись ехать на этот конкурс, потому что серьезные члены жюри. Я думала, что прям будут судить строго-строго, что они и правда и сделали. Но получилось все... Но справедливо. Но справедливо, да. Это была, как сказали мои дети, справедливая победа. Эти самые эмоции девчонок за победу, ну конечно. Да, это была справедливая, долгожданная наша победа, потому что я их настраивала серьезно, что будут сидеть строго, и у нас все получилось. Да, вот аж мурашки от нашей. Это здорово. Дети меня снесли за кулисами. Я говорю, девочки, пожалуйста, держите себя в руках. Конечно, от эмоций они выбежали, но было просто здорово. А конкурс международный ведь? Международный. А в каких стран принимали участие? Вы знаете, к сожалению, конкурс был закрытого плана, что не объявляли. Был только конкурсный номер, номер 71 и название номера. К сожалению, информации откуда не давалось, то есть это все закрытое, только можно было узнать после награждения. А скажите, пожалуйста, Вероника, вот сколько уже занимаетесь? И планируете ли продолжать дальше? Или может эти награды, это все пик, предел? Занимаюсь танцами около пяти лет. Нет, не планирую заканчивать, но это для меня очень важное хобби. И, конечно, становится на этом мы и собираемся. Собираемся дальше брать награды. А вы как-то планируете, чтобы ваше хобби переросло в нечто большее? Может быть, в работу в дальнейшем, в тренерскую деятельность? Я думаю, это не главная цель моей жизни, но для меня это большое удовольствие. А помимо удовольствия, что дают вам вообще танцы? Может, дополнительная уверенность в себе, или помогает лучше раскрыться в учебе. Так не подсказывай, не подсказывай, Марина. Я думаю, это командный дух, работа в команде. Это, наверное, главное, что в наших танцах есть, в выступлениях. Мы хотим пожелать вам и вашей команде дальнейших призов, побед и участия во всевозможных международных танцевальных фестивалях. Всего хорошего, благодарим вас с вами, друзья. Увидимся через несколько минут. Спасибо большое.